Маленький, маневренный и очень умный. Это сканер-дефектоскоп, продукт отечественной робототехники. Работает на благо нефтегазовой отрасли уже несколько лет. Он буквально видит трубу насквозь и может не только проводить визуальный контроль её полости, но и выявлять скрытые дефекты газопроводов. По словам разработчиков, идея создания такого робота лежала на поверхности. Нужно было лишь дождаться появления технологий. И всё же главная заслуга российских программистов и конструкторов в том, что они смогли вдохнуть в механизм жизнь. Всё-таки сканер – это как человек, если можно так образно выразиться. То есть у него есть мозг, это центральный процессор, который обрабатывает текущее состояние, который анализирует происходящее вокруг события и раздаёт команду всем остальным устройствам. Чтобы собрать воедино целую систему, нужно было правильно запрограммировать мозг робота. Сложность программного обеспечения заключается именно в задаче координирования всех узлов сканера. Потому что узлов много. Есть видео, есть антенные решётки, есть актуаторы, транспорт. И все их нужно координировать, собирать с них информацию и автоматизировать. Максим Заяц – один из создателей сканера, выпускник МГТУ имени Баумана. Он часто сопровождает роботов в путешествиях по стране по важнейшим объектам нефтегазовой отрасли. Там, где необходима работа именно такого сканера. Я в компании работаю пять лет, стоял у истоков создания сканера. Я с детства увлекался электроникой, конструированием, любил что-то руками поделать. Над созданием роботов трудится целое конструкторское бюро. Выпускники российских технических вузов, технологи и учёные встретились для того, чтобы разные идеи соединить в единый умный проект. Давайте пойдём и посмотрим, как всё работает. Давайте. Вот одна из наших мобильных лабораторий. Туда поступают данные со сканера. А вот, собственно говоря, здесь можно посмотреть, как происходит загрузка. Сегодня сканер работает возле компрессорной станции «Русская» на одном из важнейших объектов нефтегазовой отрасли. Здесь начинается морской участок газопровода «Турецкий поток». Это будущая площадка запуска диагностических устройств. Перед запуском объекта в эксплуатацию здесь необходимо провести внутритрубную диагностику. И если на эксплуатируемых объектах трубы проверяют на наличие дефектов, коррозии и так далее, то здесь цели совсем иные. Сейчас строительство в самом разгаре. Площадка будет сдана к запуску ниток «Турецкого потока». Часть объектов уже готова и с помощью сканеров-дефектоскопов проводят визуальный контроль. Проверяют пол и струб на наличие в них строительного мусора. В газопроводе не должно быть ни единой соринки. Все оборудование, которое применяется на площадке, оно очень чувствительно к наличию в газе любых предметов, частиц, посторонних частиц. Последствия будут очень плачевные и дорогостоящие. Это грозит выходом из строя оборудования. Надежность при строительстве новых газопроводов, «Турецкий поток» должен стать одной из самых важных газовых артерий в Европу, обеспечивается за счет современных технологий. Особое внимание уделяют трубам и делают их на российских заводах. Это не только большой заказ для отечественных предприятий металлургии и металлопроката, плюс рабочие места, но и толчок к развитию российских технологий. Таких, например, как «Белая металлургия». Применяется эта новейшая технология на одном из заводов Челябинской области. Трубы здесь делают в буквальном смысле люди в белых халатах. Весь завод, по сути, сплошная технологическая линия, длиной почти 2 километра, с полной автоматизацией. Все процессы выполняют машины, человек лишь отслеживает ключевые параметры и осуществляет контроль. Требования к трубам самые жуткие. Кроме цифровых проверок на каждом этапе производства, на финальном этапе осуществляется еще и так называемый визуальный контроль. Здесь девушки-металлурги осматривают каждый метр будущего газопровода и снаружи, и внутри. Кроме того, все трубы для российских газопроводов проходят серьезные испытания. На полигонах их взрывают. Разрешите приступить к испытаниям? Приступайте. А в лабораториях создают условия в несколько раз хуже реальных эксплуатационных. Проходят их все российские трубы, ведь сталь для них особая. Поэтому и экспортная составляющая огромная. Российские сканеры пока освоили только внутренний рынок. Но и здесь работы хоть отбавляй. Целая газотранспортная система России. Комсомольское линейно-производственное управление самое крупное в России. Здесь обслуживается 17 магистральных газопроводов. Это 17 цехов и почти 2500 километров трубопроводов. И если с обследованием линейной части газопровода все довольно просто, то здесь, на площадке, возникают определенные сложности. Дело в том, что под землей целая разветвленная сеть газопровода. Это и повороты, и отводы, и тройники. И нужно быть уверенными в том, что каждый метр трубы цел и не вреден. Благодаря магнитным колесам робот способен перемещаться по трубе в любой плоскости. Вертикальной и горизонтальной. Такая маневренность достигнута благодаря особенностям конструкции. Интересно, что разрабатываются модели на самом обычном конструкторе. Мы с помощью конструкторов отрабатываем компоновку. То есть, какие колеса, где сколько, какие шарниры, то есть, какие узлы будут подвижными, какие неподвижными. То есть, пройдет это, не пройдет. То есть, для того, чтобы проехать, заехать в тройник, мы можем увеличить клиренс. А в процессе сканирования, наоборот, мы поднимаем рычаги и опускаем системный блок с антенной решеткой на трубу. На Комсомольском ЛПУ сканеры применяют уже два года. За это время существенно повысилась и надежность, и безопасность эксплуатации станции. Ну, сейчас уходит на диагностику. Только на диагностику это от двух-трех недель уходит. А раньше? Ранее это могло доходить до трех-четырех месяцев. Принцип работы сканера дефектоскопа основан на действии ультразвуковых волн. Антенные решетки и датчики с сухим точечным контактом – ноу-хау российских разработчиков. Технология эта изначально применялась в оборонной промышленности, а теперь адаптирована для гражданских целей. А вид волн, которые они используют, вообще не применяет никто в мире. Принцип достаточно простой. С помощью антенной решетки, состоящей из множества элементов, мы посылаем в материал, ну, в данном случае, вот лист металла, или это стенка трубы, посылаем туда ультразвуковые волны. Это все приходится на стенде вначале изучить, заложить там в программу, разработать это программное обеспечение, чтобы можно было обрабатывать эти сигналы и получать хотя бы модели таких картин. Ну, а дальше уже дело техники. После сборки и отладки всех программ проводят необходимые испытания. Это испытательный полигон. Здесь проверяют работоспособность сканеров дефектоскопов. В частности, его способность проходить тройниковые соединения. Кроме того, выявлять дефекты трубопровода. На эту трубу они нанесены специально. Данные по Wi-Fi от сканера поступают на управляющую антенну, а оттуда на пульт оператора. Оттуда вся информация уже поступает в дата-центр, где подробно анализируется и обрабатывается. Ну, а управляется сканер вот таким джастиком. Современные российские технологии применяются не только при эксплуатации и строительстве газопроводов, но и при разработке новых месторождений, причем как газа, так и нефти. На достроечной базе Владивостока и Комсомольска-на-Амуре строятся сразу два судна. Иван Сидоренко и Остап Шеремет. Это так называемые судоснабжения. Сегодня самые современные в России и уникальные по своим характеристикам. При его длине более 90 метров и водоизмещении 8 тысяч тонн в точке работ возле буровой платформы, согласно системе ДП, погрешность местоположения не более, подчеркиваю, не более одного метра. Здесь имеются все системы современные. Прекрасная грузовая палуба, где может разместиться на данный момент 20 морских 40-фунтовых контейнеров. Кроме основного предназначения, снабжения морских буровых платформ, корабль Иван Сидоренко, например, еще и спасательное судно, способное принять на борт до 100 человек. Работы на нем уже завершаются, продолжается и достройка корабля Остап Шеремет. Заказ 366. Комсомольский-на-Амуре. Сегодня идет работа по монтажу палубных покрытий, практически закончена. Идет формирование кают, идет формирование рубки, заканчивается электромонтаж пультов судовождения. Готовы системы масла, топлива, охлаждения дизель-генераторов. 366 корабль находится в городе Комсомольский-на-Амуре. Там также идет формирование трубомонтажных систем, монтажи трубопроводов, электромонтаж плавающих полов, зашитка в помещении. Почти все оборудование и материалы, которые используются при строительстве, от отечественных производителей. И никаких сложностей строители не испытывают. Говорят, в связи с западными санкциями проблема начинается как раз с импортными поставщиками. Нам проще, потому что часть из них на пусконаладочные работы находятся сегодня под санкцией, не смогли бы приехать. А в связи с тем, что у нас русские производители, у нас такой проблемы нет. Приезжают, запускают без проблем, поэтому мы всем довольны, ни от кого не зависим. Новые технологии применяются и при разработке российской сланцевой нефти. Баженовская свита, например, хранит в себе колоссальные запасы. И российские нефтяники пока только учатся их разрабатывать. Используют в основном многостадийный гидроразрыв пласта. Не новость для мировой, да и российской добычи. Но преимущество в мелочах. Материал для закачки в скважину используют особый, чтобы не навредить экологии. Все работы здесь, как говорят эксперты, ведутся на чистой воде, без засорения пласта. Причем берут ее из так называемого подтоварного пласта. Оттуда же, откуда потом будут добывать нефть. Вода из скважины подается в специальные накопительные резервуары. Вот такие бассейны. Объем большего из них 2100 кубических метров. Именно столько нужно для одной стадии ГРП. Затем эта вода в специальном блендере, который находится за моей спиной, смешивается с расклинивающим реагентом пропантом. Его на одну стадию нужно 100 тонн. В итоге полученная смесь под большим давлением в 500-600 атмосфер подается в скважину. Под давлением воды трещины в нефтяносной породе расширяются, а пропант удерживает их в этом положении. Перед нефтяниками стоит задача найти правильную технологию, которая в последующем будет применяться уже для масштабного освоения Баженовской свиты. При подтверждении промышленной перспективности Бажена-Балакского комплекса, «Газпромнефть» планирует вовлечь в разработку 2,5 миллиона тонн запасов и обеспечить дополнительный уровень годовой добычи в объеме не менее 400 тысяч тонн к 2020 году. Современные российские технологии, которые сегодня применяют и на новых, и на уже эксплуатируемых объектах, не только повышают качество и безопасность добычи нефти и газа. Они доказывают, что России очень нужны молодые инженеры, программисты и технари, которые бы придумывали технику будущего и вводили ее в строй.